Дэвид и его дочь Амелия были невероятно близки. К сожалению, Дэвид скончался, когда его дочери было всего 5 лет. Во время похорон Амелия решила в последний раз обнять своего отца. То, что произошло дальше, заставило людей кричать. Дэвид родился в бедной семье, и у его родителей была мечта вырваться из порочного круга бедности, который передавался из поколения в поколение. К сожалению, они ушли из жизни, прежде чем их мечты смогли осуществиться. Полной решимости изменить свою жизнь, Дэвид искал способы создать для себя лучшее будущее. Он работал на стройках, прежде чем заняться продажей фруктов на обочинах дорог. Иногда он также работал в ночную смену на фабриках, чтобы заработать денег на поддержание своего бизнеса. После ночной смены он направлялся прямиком в свой маленький магазинчик и весь день без сна и отдыха продавал свою продукцию. В один из таких дней Дэвид встретил Софию в магазине. Сначала его поразила её красивая походка, затем очаровательные глаза и весёлая улыбка. София приходила за фруктами каждый день в одно и то же время. Так продолжалось несколько недель, и Дэвид не успел опомниться, как влюбился в неё. За это время София и Дэвид быстро стали близкими друзьями, но мужчина жаждал большего. Он хотел, чтобы София была в его жизни, и ему хотелось рассказать ей о своих истинных чувствах к ней. Однажды, когда был предсказан сильный шторм, казалось, что судьба подарила ему именно такую возможность. В тот день Дэвид привёз совсем немного фруктов, поэтому ему пришлось извиняться перед покупателями, которые пришли после того, как всё было распродано. Однако он оставил любимые яблоки Софии в стороне, надеясь, что она появится. Должно быть, это был его счастливый день, потому что она пришла буквально через несколько минут. Когда Дэвид подавал яблоки, внезапно начался дождь. Мужчина был в панике, потому что ему пришлось быстро собрать все прилавки, пока дождь всё не испортил. С деньгами у него было туго, так что любые незапланированные траты в данный момент были недоступны. К его удивлению София помогла ему. На это у них ушло всего несколько минут, но молодые люди всё равно насквозь промокли. Дэвид рассыпался в извинениях перед девушкой, но она отмахнулась от них со своей мягкой улыбкой. Они укрылись на автобусной остановке и проговорили несколько часов под проливным дождём. Когда Дэвид и София разговаривали, он больше не мог сдерживать свои чувства. В конце концов он признался, что любит её и хочет, чтобы она была в его жизни. София на мгновение замолчала, охваченная эмоциями. Затем с тёплой улыбкой на лице она спросила, «Почему так долго? Я мечтала об этом моменте». После этих слов, произнесённых между ними, их отношения вскоре переросли во что-то прекрасное. В большинстве случаев София присоединялась к Дэвиду на улице, чтобы продать фрукты. Их любовь была прекрасна, и это привлекало покупателей в их небольшой ресторанный бизнес. Вскоре появилась хорошая прибыль, и через несколько месяцев Дэвид смог открыть большой магазин. Он считал Софию своим талисманом, и его любовь к ней стала ещё сильнее. По мере того, как бизнес Дэвида стремительно рос, его отношения с Софией развивались ещё быстрее. У влюблённых было предчувствие, что они проведут вместе совсем немного времени. Всего через шесть месяцев они стали жить вместе, и через четыре месяца поженились. Пара очень хотела создать семью, но, несмотря на все их усилия, они не смогли зачать ребёнка. София была обеспокоена. Часто она не спала всю ночь и плакала. Дэвид просыпался, глубоко вздыхал и уверял её, что когда-нибудь у них будут собственные дети. Два года спустя София забеременела. Пара была вне себя от радости. Беременность Софии протекала гладко, и в положенный срок у счастливой пары родилась девочка, которую они назвали Амелия. Девочка была прекрасна. У неё были мечтательные глаза матери и изогнутые брови отца. Родителям Амелии потребовалось всего несколько лет, чтобы понять, что их дочь — гений. К трём годам она уже умела хорошо читать, и у неё были сильные математические способности. Их семья была отличной командой. Они всё делали вместе и были по-настоящему счастливы. К сожалению, эта радость была недолгой. На пятый день рождения Амелии произошёл ужасный инцидент. Семья играла в игры в помещении, когда Дэвид внезапно потерял сознание. Амелия отчаянно прижалась к нему и начала кричать «Папа, проснись!». К счастью, через несколько минут Дэвид пришёл в себя. Он объяснил обморок стрессом и предположил, что это больше не повторится. Но всего неделю спустя Дэвид снова потерял сознание. После этих пугающих эпизодов супруги отправились в больницу, чтобы мужчина мог пройти обследование. Там они узнали, что он медленно умирает. У бедного Дэвида была диагностирована неизлечимая болезнь, и его немедленно взяли под наблюдение врачей. С каждым днём состояние Дэвида неуклонно ухудшалось. София скрыла это от Амелии и сказала ей, что папа должен быть в больнице по каким-то особым причинам. Несмотря на свой юный возраст, Амелия чувствовала, что её отец болен. В конце концов, она часто навещала его в больнице вместе с матерью и сразу почувствовала, что что-то не так. Маленькую Амелию расстраивали попытки матери скрыть от неё правду. Однажды днём, когда София кормила Дэвида в больничной палате, Амелия внезапно взяла отца за руки и с ноткой страха в голосе спросила, «Папа, ты умираешь?» София недоверчиво уставилась на маленькую девочку. Однако Дэвид остановил её и со слезами на глазах сказал, «Да, доченька, папа больше не может быть с тобой». В ответ Амелия поцеловала своего отца. Затем она взяла его за руки, положила их себе на грудь и сказала, «Папа, ты всегда будешь со мной прямо здесь, в моём сердце». После этого случая София стала каждый день привозить Амелию навестить своего отца. В присутствии дочери Дэвид, казалось, обрёл новое ощущение жизни. Однако его здоровье продолжало стремительно ухудшаться. Несмотря на эту душераздирающую ситуацию, Амелия оставалась сильной и мужественно сдерживала слёзы всякий раз, когда у её отца случались припадки. Довольно скоро всем стало ясно, что у Дэвида осталось не так уж много времени. София отказывалась признавать, что её муж не будет бороться за свою жизнь. «Почему ты решил уйти от нас?» — спросила София со слезами на глазах, увидев своего мужа, безжизненно лежащего на больничной койке. «Ты обещал всегда быть рядом, любить меня вечно. Почему ты не можешь бороться?» — сердито спросила она. Дэвид, собрав последние силы, притянул её к себе, обнял и сказал, что ему очень жаль. Но София выскользнула из его объятий и выбежала, заливаясь слезами, застилавшими ей глаза. После ухода Софии Амелия провела весь день со своим отцом, никому не разрешая входить в его комнату. Она крепко обняла отца, и они оба заплакали. В глубине души они попрощались. Дэвид мирно скончался во сне на следующий день. Когда София узнала о смерти своего мужа, она была безутешна. Её переполняли сожаления, и она злилась на себя. Она пожалела, что не попрощалась с ним как следует, и не пообещала, что никогда не перестанет любить его и не выйдет замуж за другого мужчину. Амелия, с другой стороны, чувствовала себя умиротворённой. Все эти прекрасные разговоры, которые она вела с отцом, помогли ей обрести душевное равновесие. София не переставала плакать даже на его похоронах. Амелия была печальна, но глаза её были сухими. Перед тем, как опустить гроб с телом Дэвида, Амелия почувствовала желание обнять своего любимого отца в последний раз. Все с жалостью наблюдали, как Амелия обнимала отца несколько минут, которые показались ей вечностью. Слёзы текли по щекам маленькой девочки и намочили погребальную одежду её отца. Амелия шептала отцу на ухо нежные слова, а затем в последний раз поцеловала его в лоб. И в этот момент произошло нечто совершенно шокирующее. На кладбище внезапно прилетел голубь и сел Дэвиду на грудь. Голубь слегка клюнул Амелию, и её губы растянулись в улыбке. В то время как взрослые тряслись от страха, даже София была немного встревожена, не зная, что с этим делать, Амелия знала, что голуби олицетворяют мир и любовь. Поэтому она восприняла это редкое явление как способ её отца в последний раз показать свою любовь к ней. Много лет спустя Амелия рассказала своим детям и внукам о невероятной любви, которая связывала её с отцом. Дети и внуки Амелии также верили, что присутствие голубя символизирует любовь, которую Амелия испытывала к своему отцу. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok